Ого! Слухай, а тебе иначе 20? Правонарфорта нормализует сечевыпускание, оздоровляет простату, подсиляет либидо и потенцию. Человеки оценят. Женки запомнятают. Почему Запад боится распада России? Что ждет самих россиян? И как Украине избежать новой войны в будущем? Все это обсудим с телеведущим, аналитиком и бойцом ВСУ Павлом Казариным. Основным нарративом, которым жило украинское общество в течение длительного времени, была дружба с Россией. Потом, после 2014 года, для некоторых раньше, для некоторых после 2014 года, этот нарратив сменился на «отлюбитесь от нас», «оставьте нас в покое». Прямо перед 24 февраля этот нарратив сменился на злой нарратив, типа «ну давайте, ну попробуйте, ну попробуйте, но отгребете». Сейчас этот нарратив, мне кажется, что вы сдохнете как государство, вы сдохнете как империя. И вот этот вот момент я хочу с тобой как раз и обсудить. Потому что многие, например, российские оппозиционеры, категорически против того, чтобы Российская Федерация развалилась. Про реальные перспективы распада. Давай с тобой поговорим сегодня. Потому что здесь есть, на самом деле, я для себя обнаружил как аргументы «за», так и аргументы «против». Ну, например, РФ распадается на небольшие государства, и в этом могут быть заинтересованы элиты нынешние, но региональные, которые могут хотеть получить независимость. Ты знаешь, дело в том, что процесс распада любого государства чаще всего проходит не по плану. И в этом смысле, когда мы сегодня пытаемся предположить, а вот какое будущее ждет Российскую империю, даже если она называется Федерация, ждет ли ее распад, или она продолжит существовать плюс-минус в нынешних границах, нам очень сложно заранее проложить тот маршрутный лист, по которому этот процесс мог бы происходить. Просто потому что, знаешь, вот черные лебеди, как события, которые очень сложно предсказать, но которые кардинальным образом меняют картинку будущего, они вот в таких больших масштабных процессах, как, например, распад государства, не обязательно прилетают и чаще всего не поодиночке. Ты прав. Дело в том, что существует сегодня много сомнений относительно того, какое будущее ждет Россию. Когда мы говорим о том, что ее распад абсолютно точно и безальтернативно случится, ну, в этом чаще, знаешь, звучит таким рефреном наш wishful thinking. То есть нам бы, безусловно, хотелось, чтобы будущее Российской Федерации выглядело таким образом, чтобы эта страна более нам никогда не угрожала. Но случится ли этот распад в том формате, в котором мы хотели бы его обнаружить, это вопрос, на который история еще не дала ответ. По нескольким причинам. Во-первых, очень целый ряд территорий в составе Российской Федерации, которые сегодня существуют в формате протогосударств, которые бы теоретически могли присутствовать на суверенитет и независимость, чаще всего мы вспоминаем в этом контексте Татарстан, Башкортостан, они со всех сторон окружены Российской Федерацией. То есть, условно говоря, даже при обретении ими какой-то независимости или при попытках обретения, они все равно окажутся в роли таких себе анклавов. То есть, территорий, которые со всех остальных сторон все равно будут окружены бывшим материнским государством. В этом смысле нам легче даже предполагать о том, что, возможно, какие-то течения на отделение будут скорее на Северном Кавказе, которые все-таки являются куда в большей степени приграничной зоной. Но и там нам сложно предположить, какой именно сценарий восторжествует. Просто потому что сегодня там, например, та же Чечня, условно говоря, наслаждается статусом государства, таким статусом республики, которой фактически Москва платит дань. И захочет ли Чечня обменять, и ее элиты, захотят ли они обменять этот статус на какой-нибудь призрак независимости, это тоже вопрос, на который мы не знаем ответа. С другой стороны, смотри, но с другой стороны, практически не в каждом, но во многих регионах России здесь некая часть элит и здесь некое стремление. Мы видели Дальний Восток, что происходило на Дальнем Востоке в прошлом году, когда были вполне себе серьезные народные волнения. И Дальний Восток – это приграничная территория, точно так же, как и Кавказ. Саха, да, условно говоря, да, она в середине, но в Сахе, хоть мы не видели никаких выступлений, мы не видели никаких элит, но, условно говоря, там тоже возможно. Там есть эта тема, когда мы смотрим, как мы живем, и мы понимаем, куда уходят наши деньги, и нам это не нравится. Ты знаешь, вообще, прежде чем ответить на твой вопрос, я хочу одну вещь проговорить, возможно, она тебе пригодится. Мне нужно понимать, что потенциальный сценарий дезинтеграции России, если он и будет возможен, то он явно будет отличаться от сценария 1991 года. Почему? Потому что в 1991 году было четкое понимание, вот, например, административные границы советских республик. В этих советских республиках есть коренной народ, в Украине украинцы, в странах Балтии, соответственно, латыши, литовцы, эстонцы и так далее, и так далее. Когда мы сегодня смотрим на карту Российской Федерации, мы должны понимать, что в большинстве республик, даже если они формально национальны, мало где коренной народ является доминирующим количественно. То есть чаще всего это история про то, что коренной народ составляет, не знаю, 40 до 50 процентов от общей численности населения, которое живет на территории той или иной национальной республики. Потому что ассимиляция, потому что переселение, потому что смешанные браки, потому что российское руководство выучило сценарий 1991 года и пытается от него защититься, в том числе переделывая ментальность людей. Ну, чтобы карелы считали себя не карелами, а русскими, чтобы в Татарстане точно так же дети смешанных браков считали себя не казанскими татарами, а русскими и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот когда мы пытаемся проводить параллель между тем, что произошло в 1991 году и тем, что потенциально может начать происходить в России, нужно понимать, что отличия будут просто потому, что вот таких вот четких, жестких национальных анклавов, если мы их и будем искать, то мы их найдем в лучшем случае на Северном Кавказе. Поэтому если подобные заделы по дезинтеграции будут происходить, то в значительной степени да, они будут упираться на, например, субъектность местных элит. Если местные элиты финансовые, промышленные, политические захотят этот сценарий играть, то в значительной степени от них будет зависеть, мне кажется, будет этот сценарий сыгран или не будет. Но тут есть еще один момент. Когда происходил 1991 год, очень у многих бывших советских республик, в том числе и у Украины, было четкое понимание не только откуда они хотят сбежать, но и куда они хотят прийти. Был образ Европы, был образ западной цивилизации, частью которой Украина, страны Балтии, страны Варшавского блока хотели стать. И тут возникает вопрос, а есть ли такая точка притяжения у российских территорий, которые могут захотеть этого суверенитета и этой независимости? Кто может быть тем новым полюсом и центром притяжения? Кто может стать новым солнцем, на орбите которых эти бывшие субъекты Российской Федерации захотят вращаться вокруг которого по орбитам? Вот вопрос. То есть, есть ли у них, условно говоря, тот прекрасный образ будущего, к которому они должны стремиться, получая независимость? Абсолютно точно, потому что любые перемены, если их представить в точке прямой, то в виде прямой, то всегда есть точка, с которой мы стартуем, и точка желаемого будущего, к которому мы стремимся прийти. Потому что главный ответ на вопрос, зачем нам независимость, независимость, чтобы что? Чтобы выросло качество жизни, чтобы мы сами ощутили контроль на той территории, на которой мы живем, чтобы наши дети имели безбедное будущее и так далее. А что будет залогом сбычи всех этих мечт? И когда мы анализируем подобный сценарий, нужно понимать, что вот еще важна та картинка будущего, которая у элит, у людей на территории нынешних субъектов Российской Федерации будет ими восприниматься как некая точка притяжения, как ориентир по направлению, к которому они захотят идти? Ну, ты знаешь, вот мне кажется, что здесь, в этой ситуации, и в России это тоже может сработать. Я не знаю, помнишь ты или нет, но в 1991 году, 89-й, 90-й, 91-й в Украине, а на самом деле по независимости в 91-м году даже еще с начала года говорило очень-очень мало людей. На самом деле очень мало людей. Но я прекрасно помню, как в 91-м году необычайной популярностью получила листовочка небольшая, в которой рассказывалось о том, как будет жить Украина, если она перестанет отдавать в союзный бюджет. Столько денег за это, столько денег за это, столько денег за это. И это буквально в течение полугода эта штука, она сформировала массовое ощущение того, что, блин, мы, в принципе, и сами можем неплохо прожить. Вот это вот один из этих элементов, которые на самом деле могут и сейчас работать, хотя я согласен, что не будет повторения в 91-м году. Я скорее стою на повторение 2017-го года. Когда имперское давление ослабевает, безусловно, начинают звучать все те голоса, которые до того времени были придушены. Более того, очень многие люди начинают обращать внимание на какие-то свои этические корни, которые прежде им могли казаться второстепенными и малозначущими. Ну, просто для того, чтобы, условно говоря, не восприниматься как россиянин, со всем негативным контекстом, которым на момент поражения России будет заряжено это слово. Многие захотят вспомнить, что у них бабушка башкирка, дедушка татарин, тетушка якут и так далее. И возможно, для них вот эти этнические крючки, которые сегодня для них являются второстепенными, внезапно заиграют новыми красками и еще будут значимы с точки зрения того, что они могут сбежать из национальной идентичности россиянин. Я не с ними. Вот эта вот позиция «я другой», я не с ними. Тут, мне кажется, еще один важный момент. Как будет выглядеть список ресурсных игроков? То есть в момент, когда будет ослабевать, например, в случае, если будет ослабевать центральная власть, центрально-федеральная власть, у кого в России будет, во-первых, силовой ресурс и у кого в России будет финансовый ресурс. Это тоже очень любопытный момент, который тоже, наверное, будет в какой-то степени оконтуривать сценарии будущих противостояний, будущих дискуссий и всего того, что будет происходить на наших глазах в Российской Федерации в том случае, если вот ее военная авантюра в нашей стране окончательно венчается крах. И это действительно любопытный момент, который предсказать довольно сложно, но который по степени своей масштабности и по степени влиянию на будущее, безусловно, будет очень важным и знаковым. Влияние международных игроков, да, это как раз то, о чем я тоже хотел с тобой поговорить, потому что вот я сколько ни разговаривал с американскими аналитиками и с бывшими послами Соединенных Штатов в Украине и в России в течение всего этого времени, в течение последних девяти месяцев, они все очень четко говорили, что они не хотят развала Российской Федерации. Первое, о чем они всегда говорят, это ядерное оружие, контроль над ядерным оружием. Им всегда еще в времена Советского Союза было проще иметь дело с кем-то одним в Москве, чем с 18-20 людьми, которые управляют 18-20 территориями, на которых разносано ядерное оружие. То же самое и Китай, насколько я понимаю. Ну, безусловно, для крупных игроков проще иметь дело с одним центром влияния. И мы это помним по 90-му году и потому, как Соединенные Штаты не выражали особенной заинтересованности в обретении Украины суверенитета и независимости, просто потому что не понимали, а что делать с еще одним игроком, мы с таким крупным ядерным арсеналом. И это действительно тоже факт. Вообще, тема будущего России, не случится ли в России дезинтеграция или не случится, это, знаешь, это как, есть ли кролик в шляпе волшебника или его там нет. То есть мы с тобой, если поставим перед собой задачу, мы можем набросать 20 аргументов в пользу того, почему это не случится. И точно так же можем набросать 20 аргументов в пользу того, почему это обязательно случится. И всегда потом задним числом можно будет объяснить, почему ты был прав или почему ты ошибался. Поэтому все, что сейчас в нашей дискуссии, это такое небольшое риторическое умственное упражнение. Да, согласен с тобой, но это достаточно любопытное упражнение, которое позволяет и нашим зрителям тоже провести то же самое упражнение. И хотя бы определиться с какими-то константами, на которые стоит ориентироваться, или к которым стоит идти. Если мы говорим о развале России, если мы говорим об образовании достаточного количества национальных или квазинациональных государств, национальных государств или нет. Мы должны понимать, что, скорее всего, к власти там придут нынешние элиты, которые являются продолжением вот этой бандитской вертикали власти общероссийской. Да, они ближе к народу, да, они больше чувствуют, что происходит в регионе, они держат руку на пульсе, в отличие от Москвы. Но не приведет ли это к появлению еще большого количества тоталитарных режимов, но только уже помельче. То, что в Чечне это произойдет, я абсолютно уверен, да, то есть там четко абсолютно. А вот в другие регионы. Тоже вопрос, на который очень сложно найти ответ, потому что все будет зависеть от конкретных... Если мы исходим из того, что, допустим, процесс дезинтеграции пошел, то тип политических режимов, которые могут устанавливаться на разных территориях, будет зависеть от сотен тысяч факторов. От типа политической культуры, которая является привычным, нормативным в понимании жителей той или иной территории. Вот того, есть ли на этой территории, например, какой-то единый бюджетнообразующий ресурс. Например, можно долго причислять, почему Украина не Россия, и каждая версия будет дополнять предыдущую, но один из ответов, почему Украина не Россия, это то, что у нас не было монополии на деньги. То есть у нас не было, условно говоря, нефтегазовой тумбочки, контроль над которой давал тебе практически монопольный контроль, в том числе и надо всем, над экономикой, над политикой и так далее. У нас в стране было много ресурсов системно важных, поэтому контроль над этими ресурсами были установлены разными финансово-промышленными группами. Поэтому пока Россия скатывалась в монополию, Украина всегда балансировала в формате олигополии. И точно так же мы можем этот принцип распространить и на те территории, которые являются сегодня субъектами федерации в России. То есть есть ли там, условно говоря, монополия на деньги? Если есть, то с большой долей вероятности может появиться какой-то один игрок, который, установив контроль над этим самым экспортным ресурсом, например, будет затем определять все возможные правила игры на той или иной территории. Если такого ресурса нет, то, возможно, там будет многоголосица какая-то. Поэтому это тоже фактор, который мы должны учитывать. Плюс ко всему, мы с тобой действительно, ты абсолютно правильно сказал, что мы с тобой занимаемся сейчас неким таким эмпирическим теоретизированием того, что может происходить. Главный вопрос, наверное, и два главных вопроса, которые я хочу поставить и которые я хочу сказать. Что для России, например, с твоей точки зрения, более выгодно? Остаться федерацией с какими-то изменениями или все-таки разойтись для граждан Российской Федерации? С твоей субъективной точки зрения, Паш. Мне кажется, что в нынешнем формате существования России у нее очень мало шансов стать демократической страной. Почему? Потому что территория уж слишком разнородная. То есть, повторюсь, духовные скрепы не случайно вошли в российский обиход, потому что нужно как-то объяснять ненцам и чеченцам, бурятам, дагестанцам, почему они должны жить в одном общем государстве, а вот все эти духовные скрепы – это как имперская арматура, которая призвана стягивать страну воедино. И тот факт, что Россия в нынешнем формате имеет мало шансов на то, чтобы стать демократической страной, в том числе означает то, что ее граждане имеют мало шансов в нынешнем формате жить в стране, которая не будет использовать их как ресурс. Когда-то Мираб Мамраташвили сказал очень важную вещь, что Россия живет не для русских, Россия живет посредством русских, что россияне – это всего лишь топливо для империй. Качество их жизни никогда не было принципиально значимым для любого руководства, какое бы на тот момент не находилось в Кремле. И в какой-то степени деимпериализация в конечном счете может послужить тем фактором, который рано или поздно даст гражданам нынешней Российской Федерации возможность чувствовать свою ответственность и стать в полном смысле гражданами, а не подданными. Наверное, как-то так я бы ответил. Стать дровосеками, а не оставаться дровами для имперского костра большого. В какой-то степени да. Тогда вопрос еще один. Ты видишь, что для нас выгоднее? Для нас выгоднее Россия как унитарная держава или Россия как большое количество мелких государств, которые грызутся между собой? Я полагаю, что пока Россия остается в нынешнем формате существования, даже если внезапно завтра на смену Владимиру Путину придет новый какой-нибудь политик-демократ, который объявит, встанет на колени перед памятником павшим украинским воинам и гражданским, это не отменит того, что через 20-30 лет запрос на «можем повторить» и на реваншизм снова может в России проснуться. Поэтому я как раз убежден, что для украинского будущего, безусловно, было бы важно выход России из имперского формата существования. Выход России из имперского формата существования в том числе связан с признанием лоскутности нынешней Российской Федерации того, что она состоит из множества территорий, на которых в том числе есть национальные идентичности, что эти идентичности нельзя подавлять, что нужно честно говорить о собственном прошлом. Поэтому мне кажется, что, безусловно, если мы говорим о том, что нынешняя Россия больше, чем национальное государство, но меньше, чем империя, мне бы хотелось, чтобы все-таки движение шло не к восстановлению империи, а, безусловно, чтобы Россия дрейфовала в формат национального государства. А это, в том числе, может быть связано и с пересмотром действующих границ. А давай, когда мы говорим об этом варианте, возникает сразу же несколько вопросов. Окей, теоретически нам это выгодно, но тот же вопрос. Как можно контролировать в том случае ядерное оружие уже на стадии распада Российской Федерации? Понимаешь, вот вопросы относительно того, как можно контролировать сложные, важные процессы, связанные с глобальной безопасностью, в случае, если существующая структура дает трещину, это, безусловно, очень насущный вопрос. Но прямо вот сесть и на бумажке выписать тот сценарий, по которому будут развиваться события, чрезвычайно сложно. Точно так же, знаешь, как в 89-м году, никто из нас не знал, как будет выглядеть контуры 91-го года. Россия, которая будет готова садиться за стол переговоров и всерьез обсуждать свое будущее, в том числе и будущее своего ядерного потенциала, это будет страна, в которой в дефиците будут нижние ярусы пирамиды Маслоу. Те самые ярусы пирамиды Маслоу, которые про физическую безопасность и необходимые ресурсы для повседневного выживания. Вот если российское государство перестает быть поставщиком этих самых важных запросов со стороны российского общества, повторюсь, про бытовую безопасность и про бытовое выживание, то значит в том числе можно садиться и обсуждать какие-то стратегические процессы. То есть меняем тонну ножек Байдена на одну ядерную боеголовку? Условно говоря, ты говоришь об этом. Я говорю о том, что в какой-то момент может российское руководство, кто бы там ни был, понятно, что это не будет Путин, можно оказаться перед выбором, что лучше, ужасный конец или ужас без конца. Что в нашем с тобой варианте идеальным для украинцев, с которым я абсолютно согласен, развалившейся империи и постимперского общества или сообщества? Как в этом случае, по-твоему, может влачиваться репарация? Потому что когда Россия остается единым унитарным государством, там центральное правительство, а тут как? Это же тоже момент важный. А Бог его знает, да? Вопросы, которые ты задаешь, это вопросы, а что будет после хэппи-энда? То есть вот если мы исходим из того, что мы победили в войне, если мы исходим из того, что Россия оказывается территорией, которая готова садиться за стол переговоров о судьбе репарации, репарации перестают быть просто словом, которое звучит в телеэфирах, а которое начинает звучать на дипломатических площадках, это уже настолько системный и тектонический сдвиг, что нам даже с тобой сегодня будет сложно представить, в каких обстоятельствах подобные разговоры могут иметь место. Поэтому говорить, как именно будут складываться обстоятельства на тот момент, когда эти выплаты потенциальных репараций, контрибуций будут осуществляться, ну, чрезвычайно затруднительно, просто потому что мы контров этого будущего не знаем. Я буду чувствовать себя победителем просто по факту того, что если тема репарации и контрибуций перестанет, повторюсь, быть уделом журналистов, а станет в том числе уделом дипломатов. О чем тогда будут говорить журналисты в этом новом мире? Знаешь, Украина прошла очень длинный путь и очень долгий путь на пути становления собственной национальной идентичности, собственного ощущения своей инаковости. Очень долгое время, в 90-е и в нулевые годы, мы тонули в, как уже теперь понятно, абсолютно бессмысленных дискуссиях относительно того, куда нам двигаться, на Запад, на Восток, в Европейский Союз, в Евразийский и так далее. Вот я думаю, что те территории, которые могут захотеть вновь прожить, ощутить свою национальную идентичность, пашкиры, татары казанские и так далее, у них этот процесс самоосознания тоже займет достаточно долгое время. И совершенно я не исключаю того, что Украина, как страна, которая сравнительно недавним прошлым на тот момент сама прошла этот путь, может в том числе протягивать руку помощи в этом пути национального строительства и делиться просто своим опытом с теми народами, которые захотят повторить ее путь. Подталкивая, подсказывая, инициируя, возможно. Помогая. 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 Хорошо, согласен. Записано. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо тебе, дорогой. Продолжение следует...